В мире есть два центра театрального искусства. Один – это Шекспир, который абсолютно субъекцием и сюжетом. Когда мы видим «Есть Шекспир», мы видим, что они все называются именами героя – Бархангер, Мажда, Ричард Третий. И сюжет, где-то абсолютно понятен. То есть, с точки зрения голливудского сценария, он, может быть, легко и сложен. Второй центр русского театра – это Шекспир. Второй центр мирового театра, я прошу прощения, это Шекспир. Который абсолютно вне сюжетин и вне героичей. Вот как называется Шекспир в «Скипе»? Срежневый сад. Это же не герой. Вернее, в каком-то смысле герой, но не человек, герой. И очень трудно, с точки зрения Голливуда, задавать, в чем состоит сюжет Шекспир. Согласитесь. Непонятно, в чем он состоит. Или, там, «Криссестры». Да, такие «Криссестры» и есть. Но вот, если попытаться написать сценарийную заявку для Голливуда на «Криссестры», если абстрагироваться от того, что мы салвилики Антон Палчехов, то Голливуда никогда не поймут такой сценарийную заявку. Потому что сюжета нет. Но абсолютно нет. Есть некий компромиссный вариант в мировом театре. Это Александр Сергеевич Пушкин, Борис Минунов. Например. Причем Александр Сергеевич Пушкин же никогда не шел в пьес. Он начал писать только непосредственно перед смертью. Непосредственно ударился в это занятие. Что было связано с его подготовкой к самоубийству. Потому что он начал искать некую смертельную субъектность того, что происходит. И вот, я прекрасно помню премьеру «Лучший спектакль Бориса Годунов в отечественной истории». Я не знаю, как мировая история. Я недостаточно владею материалом. Но в отечественной истории «Лучший спектакль Бориса Годунов» поставил Юрий Петрович Любимов. «Всё-то Ментаган». Этот спектакль был распланирован еще в 1880 году. Потом Юрий Петрович уехал. И в премьеру, де-факто, встал в 12 июня 1989 года. У этого спектакля был фактически пресс-автор. Юрий Петрович Любимов – Юлиссор. Давид Боровский – художник, сценок. А Давид Боровский – это основоположный. Бога современной сценографии, общественного искусства. И сейчас я чуть-чуть просто комментирую, почему я так считаю. И Дмитрий Покровский, который был автором музыкального ряда. Это знамена песнопения. Вот он, это знамена песнопения. Для этого спектакля, которое во многом определяли опык этого спектакля. И вот, когда он оказывался в зале, 12 июня 1989 года. День премьеры Борисской Думы. В театре Михайловской Думы. То происходило нечто странное. Ну, с точки зрения человека, который привык к обычному театральному испорту. На сцене не было ничего. То есть, не было декораций как-то такого вообще. Ноль. И когда вот спектакль начинался, эта декорация формировалась в процессе. Она стала из трех предметов. Кресло, которое унес прямо из зала. Вы просто вытаскивали стул из рейтного зала. И ставили на сцену. Посох, который был символом власти. И который перетягивали между собой, потом Мариинскую Днуху и бегло и отреплили. И пограничный столб Европа-Азия. Который остался прямо на сцене. Вот это и есть наша тема. Европа-Азия. Я не случайно уделил столько внимания Годунову, потому что в Годунове все это описано. Если бы сейчас на моем месте был Александр Сергеевич Пушкин, то это было гораздо лучше. Чем я. Но, к сожалению, Александр Сергеевич уже умер. Я, к сожалению, все еще пойму рассказывать, что это приходится у меня. Безусловно, главная проблема России, ее шизофреническая проблема, это проблема противоречия между Европой и Азией в сознании. Я много раз задавал вопрос с разным людям, а почему у нас сборная России по футболу не перейдется в чемпион Азии? Если искать представление, что три четверти территории Российской Федерации находится в Азии, что было бы логично, чтобы сборная России играла в чемпионате Азии, и тогда она не испытывала бы такой внесительной участии, как она испытывает в чемпионате Европы. У нас в нее в чемпионате Азии второе место. В предыдущем андитуту про конкурс умных людей. Но Россия не может существовать в Азии, на самом деле Европа, потому что только Европа является системой образцов в России. И об этом, опять же, правильнее всего, сказал Антон Павлов Чехов. Этому посвящена вся чеховская драматургия. Три сестры, я не помню, Прозоров, брат, сестер говорит, сидишь в Москве в огромном зале ресторана, никого не знаешь, и все вокруг свои. у себя сидишь, все это знаешь, и все это чужие. Это, фактически, проекция Европы. Москва можно видеть на Париже. Очень легко представить себе романтическое свидание в Париже, но очень сложно представить себе романтическое свидание в Улан-Бан. В чем специфика Тарстана в этой сессии? В том, что Тарстан, он является олицетворением, безусловно, власти Орды, исторически. Собственно, азиатизация России была, безусловно, порождением монгольской оккупации, и Тарстан является форпостом монгольской оккупации. Поэтому, когда Иван Грозный взял Казань, это, с точки зрения Фрейда Адлера и Юнга, это была победа гештальта тоталитарного гештальта над другим, что он, где-то уничтожил монгольский гештальт, он был его покорить, он был починить его себе, чтобы сделать такой же тоталитарный гештальт, только как и не монгольский. То есть, Иван Грозный впитал в себя все это, всю эту монгольскую монгольскую пожелание, он уже был обязательно взять Казань. Потому что если нельзя Казань, то как же доказать, что ты настоящий тоталитарный правитель? Которого нельзя было взять никак, не доказать никак. И, собственно, русские патриоты гордятся тем, все это русские патриоты, что Россия защитила Европу от монгольского завоевания, поглотив это монгольское завоевание и впитав его в себя. Но эта эпоха заканчивается. Я сегодня нахожусь в Казани, впервые в жизни. Не буду этого скрывать. Я вижу, насколько это европейский город, даже по сравнению с другими русскими городами. Я вижу, насколько Казань, татарстан хочет быть Европой, а не Азией. И в этом смысле татарстан как источник. Монгольская оккупация России, которая предопределила историю развития России на долгие века вперед и назад, создает пример для России. Ее организация сегодня является глобальным правом. Сейчас, например, уходит в отставку, если это можно так сформулировать, я не уверен, что можно так сформулировать, что это формулировать император Акихито и император Японии Акихито, что не было за всю жизнь. Вы знаете, что японская династия, правящая династия, правящая династия, несколько тысяч лет. Япония единственный страна, в которой никогда не менялась правящей династии. Никогда. И вот, император Акихито уходит в отставку. Сейчас. Потому что он старый болен. Хотя он не так уж старый, ему всего лишь 2 года. Но, может сказать, он болен, и он не встанет в плане своей публичной обязанности. Чего не было никогда прежнего. Потому что император – сын богини Солнца, как мы знаем, он не может отдаивать в отставку. И прежний император Хирорхито отменил свой статус сына богини Солнца только подведением адмирала Маккартура в день капитуляции и заговорочной циркуляции Японии на порту Лентольна Миссурика. Мир абсолютно интересуется в европейском направлении. Все, кто говорят, что Европа слабеет, что она гибнет под давлением мигрантов – это все чушь собачья, простите, за эти бугаризмы. Вот человек, который мне столь любимого мною футбола. Скажем, до конца 80-х годов чемпионы чередовались. Один раз был чемпионом из Российской Америки, один раз из Европы, причем это преимущество было на стороне в Российской Америке. Потому что одно же в Швеции в 1962 году чемпионский титул выиграл в России. Но сначала в 2022 году все чемпионские титулы выигрывали только Европа. А почему? А потому, что она натурализовала в Европе, что состав футболистов, все сильные футболисты, прибыли в Европе и были натурализованы. То есть это граждане европейских стран. И стали как камень европейских сборных. И поэтому в Латинской Америке, которая не представляла собой никаких интересных моделей для существования, оно практически не делилось для футболистов, и преимущество оказалось, мне кажется, полностью окончательно в стране Европы. Это лишь иллюстрация общего процесса, который происходит глобально во всех сферах. Сколько у мигантов ни было, Европа их переварит. Это колоссальная притягательная сеть. Это континент, солярий, который поглощает все это, перерабатывает и делает своим. И этот процесс неизбежно, конечно, затронет Россию как самую большую страну мира. И как страну, которую географически и территориально связывают Европу и Азию, которую контролируют евразийские хакеры. Сам все контроль над сушей уже не имеет того значения, который был пресс. Кроме того, это все геополитические и геокономические соображения, потому что мы вступаем в эпоху, когда идеи технологии в район мира, а не контроль над территорией, менее грубой физической и военной силой. Но все равно Россия хакеры не надевается. Центром этого евразийства хакеры и географическими лицами – Татарстан. Татарстан достаточно сакральный в России. И еще раз повторяю, я уже говорил, что он источник монгольского фига, который определил образ России. И он же должен помочь России избытке штать этого монгольского фига. То есть стать Европой, а не Азией. И не Чингисханом. Мой любимый пример, когда 2 декабря 1905 года на Пленбанапарху его битву при Островице, в годах Финуса и коронации, он нашел в Вену. И с императором, с поверженным императором Францем II, а Франц II даже в годовщину коронации Наполеона, или нет, в день коронации Наполеона, в 2004 году, он упразднил Священную Юнскую империю, потому что очень боялся, что Наполеон прислал себе титул императора Священной Юнской империи. Так и родилась Австрийская империя, в последствии от Равшафа Австрии и Венгера. И вот 2 декабря 1905 года, вечером, в день аустралийца, они пошли по оперу в Бензу. Можете себе представить? Например, Сталин уходит в Берлину, и они с Гитлой идут в вор. С трудом, правда? А когда в Китае один отдельный князь побеждал другого, то уничтожалась вся семья побежденного трех поколений. Вы про них не ушли. Вот мы должны прийти к первому варианту, а не к второму. Потому что все должно идти вор, а не уничтожать семью побежденного трех поколений. Хосе Эргель-Гасов, известный испанский мыслик, в своей книге «Бескребет на Испании», говорил, что, собственно, само противоречие между Францией и Германией не является показателем, действительно, конфликта между этими странами. Это милые броневцы только тешатся. Они укрепляют единство Европы, и они уничтожили свои факты, а не факт мускового конфликта. Это так оно и есть. Даже достаточно прогнозировать это дело лингвистически. Вот по-немецки Германия называется Deutschland, а Deutschland – это земля народа. Это основный перевод. Deutschland – это народ. Германия называется Frankreich. Это империя Франка. То есть для немцев француз – это высшее существо. И поэтому и звучит, что в 1971 году, когда была война французская война и вседание, Бисмарк взял в плен императора Наполеона III, потом состоялся в день Германии благодаря этому факту, благодаря победе над Францией, потому что никак иначе это не могло случиться, кроме как благодаря победе над Францией. Немцы не могли доказать, что они имеют право на виновное государство, и столько иниверсального древнего XIV – была коронация Романского императора. Поэтому Европа – это некая единая сущность, которая не может быть расстроена никем. То, что в Великобритании выходит состав Европы – этот Brexit заставил их комплекс. Потому что очевидно, что Великобритания – искусственная часть Европы. Она ввозикуда вошла в нее случайно, и в Великобритании купленцев войн, континентальные блокады. Ведь она не должна там оказаться и фактическим создателем. Но в Европе – это не так. И, в принципе, Евросоюз был внуклен в напарку, как бы вы говорили, функционал Евросоюз. Кризис Евросоюза первым наступил в войну в 2012-го – опечная война, которая Россия увлекала Франция. И Священный Союз в исполнительстве не должен был правослесником и прототипом Евросоюза, просто поскольку Россия не могла отказаться от и не хотела принять европейские ценности, несмотря даже на широком мышлении императора Александра Павловича Александра Первого, то поэтому не получилось, что Россия возглавила бы Европейский Союз, для чего в 1115 году у него были все возможности. Поэтому мы движемся в Европу, и мы там окажемся. Но слово «Нештаг» начнется здесь, непосредственно здесь, в Казани, на мой взгляд. Потому что именно та сила, которая и насадила в России монгольские игры, должна его и одолеть. И это уже происходит. Как я уже сказал, я впервые в жизни нахожусь в Казани, и я вижу, как это происходит. Я вижу, что по сравнению с огромным количеством депрессивных регионов России, где я объездил всю страну, вот здесь нет никакой депрессии. Ее нет. Здесь есть абсолютное премьерное развитие и абсолютное понимание чего-то, что должно вот-вот случиться. Мне это очень радуется. И я еще раз благодарю моих молодых политиков, Илья Моркова, Андрея Лукина и Розия Менгалевым, за то, что они организовали эту лекцию и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Александр Александрович, что представили. Все-таки хотелось бы узнать, чтобы вы раскрыли роль Республики Татарстан в политической и экономической жизни Российской Федерации. Ну, роль Республики Татарстан должен расширять ее президент Мениханов. Но, исходя из моего представления предмета, да, поскольку в Татарстане есть фарпост на Англостонии, да, я уже сказал об этом, да, то он – фарпостное преодоление последствий на Англостонии. То есть Татарстан может быть Сингапур, то есть абсолютным субъектом европеизации России. Я на это все рассчитываю. Станислав Александрович, вы знаете… Вы можете не вставать, спасибо. Я сам не встаю, только неудобно. История Татарстана, она многовековая, субордная. Очевидно, вы ее плохо знаете. Я пришла к такому… Он невозможен. Понимаете, Татарстан – это не фарпост Иго. Вы, мне кажется, ошибаетесь. Об этом много написано, я сейчас не буду освещать эту историю. Хотелось бы нынешнее состояние. Понимаете, тема была заявлена так – Татарстан и демократия. И я пришла на эту лекцию услышать именно освещение этой проблемы. Потому что у нас есть в демократии большие проблемы. Хотя Татарстан развивается прекрасно. Я люблю свой Татарстан. Я уважаю своих президентов Бог. Они очень много сделали для республики. Но демократии, извините, у нас нет. Мы подчиняемся вертикали власти, я считаю. Мы в такой ситуации оказались. Хотели бы большего? Да нет, пока еще не получилось. Но демократия, то есть власть народа, это надо знать, как у нас проходят выборы. И как зажимается эта демократия. И вот, к сожалению, ответ на этот вопрос я не услышала. Пожалуйста. Спасибо. 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 Ну, я не сбросил конкурировать с вами в знании, как вы строили демократия в Татарстане, поскольку вы здесь находитесь, а нет. Я могу только сказать, что как бы, ну, проблемы с демократией универсальны для всей страны. Да. Да? Важнейшая проблема была с отменой федерализма, которую случилось, когда Вадимович Путин использовал, да, так сказать, поводом для этого был терракт Беслайна. Абсолютно формально, не имея в виду ничего общего с собственным спортом федерализма. Это просто было использовано как предлог для образования, практически для выборности губернаторов, тем самым в отличие от федерализма. И демократии, естественно, вы прекрасно понимаете, что демократии нет. То есть было бы смешно утверждать собрать. Но сам вектор движения, я о чем говорил, что сам вектор движения Геопа, он не отменим. Вот многие считают, что президент Дмитрий Андреевич Медведев ничего не решал, а был мере не открыть. Вот и так. Очень много пришел. И именно он решил, что нужно возвращать выбор губернаторов, но в этот момент его сняли, и поэтому этот вектор не был доведен до конца. Что будет потом непонятно, да, так сказать, сменят ли здесь налоги, где Дмитрий Путин не смеет, мы не знали. Но я убежден, что это все вернемся, потому что такая крупная территория не может быть управляемой не на федеративных началах. И, конечно, это важнее основа основы. То, что Путин плохо и не принимает демократии, но это настолько очевидно, что я просто не хотел об этом говорить, чтобы не отнимать ваше время. Это, так сказать, слишком очевидно, чтобы занимать ваше время такой ерундой. И для Владимира Владимировича Путину важнейшим является контроль от территории, а контроль на территории. Естественно, возможно, только в своих отсутствиях демократии. Да, потому что он не в состоянии отпустить ложи, он не в состоянии дать возможность людям принимать те решения, которые они считают нужными. Но пранк, сам базовый исторический пранк, идет в другую сторону. Путин играет против истории. Но вот это поражение неизбежно. Я просто не уделял этому внимание, потому что настолько очевидно, что, скажем, что еще нет демократии Путин плохо, Да, естественно, я думаю, что принимать все вопросы, если подмем, с ними у тебя довольно слишком много. Спасибо. Как вы отцениваете вероятность того, что товарищ Путин? Дорогие друзья, давайте все-таки мы с помощью мудра проходим, да. Спасибо. Спасибо. Илья Новико в Казани. Станислав Александрович, скажите, пожалуйста, почему падает рейтинг доверия у основных политических партий, которые сейчас представлены в Госдуме? Спасибо. Потому что, де-факто, их не существует. Какой может доверить людям, которые зарядного уйдут, и выдают себе за всех, кого ни кем они не имеются. Пресса. Вы говорите, что Путин... вот он как-то... ну, к Марку 17-го года саморекретируется. Но 80% — Крым наш. Люди поддерживают. 60% — 60%. Сталин — эффективный менеджер. Путин же вынужден быть. Михаил Горбачев — это какой-то идиот, который, может быть, был бы генеральным секретарем до сегодняшнего дня, но вел либеральные реформы, там, по типу думочек, и в результате представляет из себя какое-то жалкое зрелище. Народ над ним смеется. Суть же, наверное, в каком-то народном... народных традициях, вот этом архетипе. Россия вообще может, у меня складывается впечатление, существовать только в форме империи, а при демократических, вот этих, европейских, она распадается на отдельные какие-то фрагменты княжества. Юбин не был в курсе. Меня сторонник Армиды Торнбей, не без ответствующих в теории. Которые говорят об том, что, в истории движется вперед активное творческое личностное обстоятельство, а на стоящее 2% населения. В марте 1991 года подавляющее большинство населения САРП 표 голосовало за сохранение Советского Союза. Через... сколько там? В 8 месяец Советского Союза не стало. Да, 85% за Крым наше, а через год будет по-другому, если сменится руководство политической элиты. Тогда был национальный мир. Больше половины соединений был в Европе? Это неважно. Все республики поддерживают СССР. Поддерживают. Прибалтика, Кавказ, поддерживают СССР? Да, конечно. Прибалтика нет. Даже Украина была? Прибалтика нет, а Украина и СССР. И в Средней Азии, конечно, да. В основном поддержали полностью СССР. Тем не менее, вскоро-то через несколько месяцев СССР не стало. Ну, это по цифрам, мы видим, да? Вы же апеллируете к цифрам, но давайте апеллируете к цифрам. Поэтому совершенно неважно, сколько процентов поддерживает сегодня Крым нашим. Важно, когда от власти придет новый политический элит, который сменит парадигму развития России. И это неизбежно. Это неважно, когда произойдет. То, что позиция, что никогда ничего хорошего не будет в этой стране, она понятна мне. Ну, не стоило бы, понимаете, приходить даже на это мероприятие, чтобы обсуждать эту позицию. Потому что сам Фашевы сюда пришли, говорить о том, что вы надеетесь на лучшее. Иначе вы лежали дома на делах. Как и я. Станислав Александрович, сегодня такой вопрос, а как, на ваш взгляд, в условиях нынешней политической ситуации в России вообще могут существовать независимые кандидаты, независимые депутаты в Непальсе? Я считаю, что только в ней партии они могут существовать, потому что партии полностью секретированы, нынешние системные партии. Но все они являются основной частью одной и той же политикологической машины Кремля и никак не могут убедить никого в сортной искренности и достоверности того, что они предлагают. Именно собственная независимость является единственным залогом грядущей политической победы. Потому что да, ты не выиграешь сегодня. Я не вам обращаюсь на то, я рассуждаю в абстрактном персонаже. Да, ты не выиграешь сегодня. Но доказав сегодня, что ты независим, ты выиграешь завтра. Это единственный залог успеха. Станислав Александрович, вопрос мне касается вот та парадигма, о которой вы сказали, что Татарстан движется в Европу, что демократические тенденции здесь наиболее проявляются по сравнению с Россией. На самом деле вообще правящая элита Татарстана, она находится под дуновением ветра из Кремля, ну из Москвы. И нельзя сравнивать Татарстан с таким дубом, который, ну, противится этим поползновением. Вот как ковы, подуло, наклонились, кончилось, опять встали. В свое время Митимир Шарипович Шаймиев бы сказал такую фразу, по-моему, Лена Черноброкина как-то задавала. Он сказал, какое бы ни было правительство в Кремле, мы будем работать со всеми. То есть, как в этой ситуации Татарстан может стать локомотивом демократических преобразований? Татарстан, ну, естественно, и Тимар Шарипович был прав, потому что, если Татарстан не справится выходить из состава России, то он должен работать с любым правительством везеральным, это очевидная вещь, в той или иной форме. Но Татарстан всегда был очевидным сопротивлением определенным, и остается этим. Хотя был характерный пример, что именно Татарстану сопротивился переименованию поста президентами. Вот в Чечне они его сопротивились, а в Татарстану сопротивился. Это, по-моему, не очень. Но всякое большое политическое преобразование начинается мрачать. Я говорю о том, что Татарстан должен сломать тот самый гештальт, которым Россия навязала, с точки зрения психологии и сознательно. Это не значит, что здесь должно возникнуть восстание на смерть. Нет, конечно. Но то, что здесь есть некий центр силы, есть некий центр профессиональной ценой, это очевидно. Хотел бы для этого прогуляться по газам. Вот прогуляться по многим вырастным центрам Российской Федерации, видишь, там полная депрессия, а здесь нет. Это мое субъективное ощущение. Вот я не прав. Вам меняет. Вы здесь живете. Вы здесь живете, а я здесь не живу. Поэтому, конечно, вам меняет. Но у меня такое ощущение. Часто незамыльность готова. Это вам не замылено. Спасибо. А извините, можно сразу уточнить? В Катичеве на городах наибольшая депрессия, на ваш взгляд? Вам показалось? Ну, по какому количеству я был? Почти везде. И в силу депрессия? В силу депрессия на лице людей? Ну, во многих местах. Я просто не хочу никого обижать. Поэтому я не буду считать, я не буду создавать рейтинг депрессии. Ну, ну, нет. Станислав Александрович, можно, да? У меня микрофон, пожалуйста. Вопрос такой. Вот тему федерализма затронули, да? То есть, хотел бы в продолжение этой темы вопрос. То есть, после окончания Второй мировой войны, как бы, союзники важной задачей видели по преобразованию Германии – это ликвидацию Пруссии. То есть, и федерализацию собственного гитлером унитарного государства. То есть, а, как бы, ну, и, условно говоря, если бы, вот, ну, тут заговорили про ликвидацию института федерализма в России в середине 2000-х годов. Если бы нечто подобное, например, там, Конрад Аденауэр сказал, давайте возвратим Пруссию. То ли там и Друмэн, и Эйзенхауэр, там, и там, ну, Хрущев, ну, воспротивились бы этому, естественно, меры были бы жестокие. Почему вопрос западные союзники, которые, как бы, ну, или, там, ну, как сказать, противники России по холодной войне, которая, или Советского Союза, которые потом принимали деятельное участие в российских реформах, так спокойно восприняли ликвидацию института федерализма в 2000-х годах? Ну, и, как-то, ну, фактически никакого негатива по этому поводу, вот, ну, на уровне, как бы, обывателей, наблюдателей никто не заметил. Вот с чем это связано, на Ваш взгляд? Спасибо. Запросы хорошие. Это было связано с тем, что в России Владимир Кузьмин, как и лидер, считались абсолютно прозападными силами. Они не считались побежденными врагами Запада, в отличие от нацистской Германии, да, они считались субъектами, с которыми можно иметь дело. То, что с ними нельзя отметить, то, что, понятно говоря, в падении. Вот поэтому запад не вмешался в одну страну в мире в России. Больше того, сейчас, как говорят, что США расширенили Советский Союз, это неправда абсолютно. Джордж Куршфин, старший, приезжал в Киев специально, я помню, в 1991 году призывать Украину не выходить из состава СССР. И, наконец, именно США сыграли решающую роль в том, что весь ядерный потенциал Советского Союза был беремен Российской Федерации. Ядерное уже было вывезено с территории Украины и Казахстана в Россию. Это уже доказывает, что, собственно, Запад делал ставку на Российскую Федерацию, а они на нее распадали. Ну, просто потом стало ясно, что Валерий Кутин не иноменционален, но это стало ясно уже значительно позднее. Спасибо. Валерий Кутин, Станислав Александрович, Вы много ездите по стране, много общаетесь с людьми. Хотелось бы спросить у Вас, по Вашему мнению, каким сегодня люди видят депутаты, потому что Государственная Дума? Как люди видят депутаты? Каким критериям? Знаете, это тот самый пост-армон-анекдот про буты при коммунизме денег, как в Армянского радио спрашивают. Буты при коммунизме денег, на что Армянское радио отличается от тела из три позиции. Китайские ревизионисты считают, что при коммунизме денег не будет, югославские оппортуницы, что будут, а наши партии открыт вопросы диалектические. У кого-то будут, а у кого-то и нет. Естественно, люди видят депутаты по-разному. Но если мы говорим в активной части общества, по которой мы все привыкли здесь присутствующим воинодержимое, чтобы не забрать в этом зале, то, конечно, депутаты рассматриваются как клоун и не заслуживающий никого давид. Поэтому я думаю, что участие в выборах имеет целью не избираться, не получить депутатский мандат, который сам все ничего не значит, а имеет целью просто заявить себя в качестве представителя нового поколения политической элиты. Я вам это очень желаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, пожалуйста, как вы думаете, Запад все-таки додавит Путина или не додавит? По внешней политике. Кроме того, второй вопрос. Нужно ли Западу давить или есть ли у Запада желание додавить Путина или начать давить именно по изменению внутренней политики? Внутренняя политика Запада вообще не волнует эту проблему русского народа. Запад не собирается вмешиваться в это дело. Он исходит из того, что как русский народ точно так пусть и будет. Хочет русский народ жить в коллективном работе, пусть и остается. А почему должен Запад это решиться? Собственно, сама философия пора пропомнить стоит в том, что это фаустовская философия. И что касаемо жизни свободы, кто каждый день за них идет, она будет. Словно, устраиваешь Майдан, мы тебе поможем. Не устраиваешь Майдан, мы не справимся за тебя его устроим. Поэтому, пожалуйста, живи как хочешь. А? Сейчас перейдем. Сколько он, да? Сейчас. Я принесу его посмотреть на этот вопрос. Нет. Додавить это же неправильно. Запад идет в том, изоляция, а не в додавление. А задача додавления – это задача внутренней ритмы. Барак Обама, который считает поддающимся абсолютно государственным политическим делом в нашей эпохе, если у кого-то возник вопрос, почему я так считаю, этот процесс более разводный, просто исходит из того, что Путин не настолько пасит на Запад. Он все сформулирует, что ресурсов в России для давления на Запад немало. Его задача просто сделать так, чтобы Путин ему не надоедал. Он придет. А что будет с Путиным – это задача русского народа, и Обама прекрасно формулирует. Ребят, я не буду за вас ничего вешать за Западом. Хотите, вы вешаете, не хотите – не вешаете. Фан Варишин, автор «Стратария динамизма». Станислав Александрович, к вам два взаимосвязанного вопроса. Путинизм есть воплощение смутного состояния личной России, а западная цивилизация есть воплощение смутного состояния личной земной цивилизации. Вопросы такие. Сейчас к вам вопрос центральный политический. Кто, если не Путин? Первый вопрос. Второй вопрос. Кто, если не западная цивилизация? Второй вопрос. По-моему, это альтернатива западной цивилизации немцев. Кто, если не Путин, это не совсем корректный вопрос. Но что, если не Путин? Если не Путин, то парламентская демократия, в которой его личность не будет так велика. Спасибо. Работу для Латов. Спасибо. Бросьба, а вот это. Марсель Чемцадинов. Александр Станислав Александрович, вы интересно сравнивать Торстан с Ингабурским вариантом похода в Европу? Но мы вот, жители Татарстана, видим, что у нас не совсем Сингапур, потому что главная заповедь Сингапура, обоснователя сингапурского чуда, была, если хотите построить экономическое государство успешное, боритесь с коррупцией, посадите ближайших там родственников и так далее. У нас этого не наблюдается, у нас на маркетинге, кто-то на маркетинге своих не сдает и так далее. И вы утверждаете все-таки, что именно Татарстан будет тем отправным пунктом, который всю Россию повернет в сторону Европы, начнет европейский демократический пункт. Вот нам это так не очень кажется, потому что у нас президенты и первые, и вторые, по-моему, лет 10 уже ездят в Сингапур, но как вот Сингапура не совсем получается. По-вашему, все-таки татарстанская элита развернет Россию и будет образцом того пути в Европу и в репрезентации всей России? Или и избиратели, народ Татарстана тоже приложат здесь свою руку? Или народ и избиратели Татарстана такие же, как во всей нашей Российской Федерации, как вы говорите, 85%? Вряд ли об этом думают. Спасибо. Нет, разумеется, спасибо за вопрос. Разумеется, я не так абсолютно об этом говорю, что Татарстан, разумеется, врач. Я говорю о том, что есть предпосылки, в силу, так сказать, самого исторического гештальта, только Татарстан. Да, а плот ли реализованы, ведь предпосылки или не плот ли, они знают. Этого не знает никто, да, но это, по крайней мере, можно сделать, хотя бы теоретически, потому что в Татарстане есть некая политическая сообъектность. А, скажем, в Тульской области, где губернатор, у меня сейчас работает, охранник Владимир Владимирович, на Дюме, в Татарстане, в Татарстане, в Татарстане, в Татарстане, в Татарстане. А там, где нет депрессии, там есть предпосылки для, так сказать, некого липосылка, если оно пол для реализованных предпосылок, я не знаю, это зависит не от меня, а от депрессии. И, конечно, все зависит от избирателя. Если избирателя будет достаточно активна, и все здесь собравшиеся люди на что-то повлиять, захотят на что-то повлиять, тогда будет хорошо, а не захотят плохо. Это, опять же, самое очередное. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Микрофон у меня. Сначала я, ладно, хорошо. А, еще один вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста. Каков, на Ваш взгляд, сейчас уровень влияния региональных политиков на федеральном уровне? Небольшой, а небольшой уровень. То есть, Владимир Владимирович, пусть он не хочет по влиянию регионных политиков на себя, и, естественно, его социальная философия тотального контроля над политической системой исключает возможность того, чтобы регионы как-то совершенно влияли. Но, вместе с тем, он не хочет идти и на конфронтацию к тех вопросам, в которых регион занимает принципиальные позиции. Это касается Чечни. Он же никак не исправится справляться с Рамзаном Кадыровым. Это касается Ерунтарстана. Поэтому, вообще, в случае, патина, если ты занимаешь принципиально жесткую позицию, он, по-моему, считается. Не занимает жесткую позицию, не считается. Это относится ко всему, к региональной политике, к экономике, к чему угодно. Вот он. Кадыров может стать президентом России? Нет. Ну, я не вижу критической массы людей, которые поддерживали Раду Махмадовичу, конечно, президент России. Возможно, я ошибаюсь. Станис Ассо Александрович, здравствуйте. Вопрос. Ну, спасибо вам за то, что похвалили наш Татарстан. Действительно, депрессивных людей здесь мало. Я не хвалю Татарстану, кстати, Роуфарк. Ну, может быть, это как-то взаимосвязано с тем, что вот наш местный орган, законодательный госсовет, там всего лишь три депутата из коммунистов, один депутат из ЛТПР и все остальные Единая Россия. Ну, или дружат с Единой Россией. Вопрос у меня, вот, в каком смысле, как вы оцениваете вообще нынешние непарламентские партии под нас, яблоко? Потому что я не раз слушал, как вы хорошо попритиковали под нас за то, что у них не получилось провести праймерис. У них там, ну, слив получился участников праймерис. Вот, и, соответственно, как вы относитесь к представителям непартийных партий в надежде Татарстане? Спасибо. Не парламентской партии, да. Кстати, пожалуйста, я бы сказал, не за, так сказать, не за сам парк проведения праймерисов, а за развол этой конструкции. Да, все, оказывается, я плакал при всем к нему уважении. Я считаю, что партия не наценена на политическую победу, а национально вставлена в нынешнюю кремлевскую политтехнологичную систему, или, дай им Бог здоровья, что называется. Я отношусь к непарламентским партиям, по большому счету, даже как к парламентам. Потому что, как только некая структура называет себя партией, она начинает играть по определенным правилам. Эти правилы исключают возможность прихода к власти этой партии, и исключать ее политическую субъектность. Поэтому я верю в личности, в политику, скажем, тоже новая. Вот, нас здесь неоднозначно, Алексею Анатольевичу, но у нас их старые друзья, потом перестали быть друзьями и так-то, но партия не на человека, который сам принимает решения, а до сих того, что ему делать. Я верю именно в таких людей, которые сами принимают решения, что им делать. А партия не принимает сами решения, что им делать. За них эти решения принимают кремль. Спасибо. Это за пармаз? Понимаете, ну, мы же видим, во что это все превратилось. При всем, я к Михаилу Михайловичу Касьяну очень хорошо отношусь. За пармаз принимает запись. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Михайловичу Касьяну. Ну, мне кажется, что все-таки, так сказать... Парнас хорош только тем, что он выдвигает по его спискам некоторые независимые кандидаты, которые его вошли. За это я Парнасу очень благодарен. Уже много, да. Я с вами согласен. Уже много, да. Завдинов Камиль Максудович, вот у меня такой вопрос. Идеология, вот, идея Крым-наш, это означало начало гибридной войны против миропорядка. Современного миропорядка. А Российская Федерация во главе с руководителями по определению не может выиграть эту гибридную войну. Хотя бы потому, что к Западу завтра присоединится Юг и Восток. Обязательно присоединиться. Я был и на Юг, и на Востоке недавно. Я сам согласен. Может, меня вот не убеждать. Вот. И я хотел бы сказать вам, что цена вот этого вопроса руководители понимали или нет? Население не понимало. и 86% поддержало. А руководители понимали, что цена этого вопроса вообще существования государства. Россия просто как существование, как государство. Спасибо. Это очень хороший вопрос. Я очень за него благодарен. Очень компетентный вопрос. Знаете, все, что происходит, описано очень хорошо в книге Зигмунда Фрейда «По ту сторону принцип удовольствия». Написано по контекстам Сабины Шпилера и нефейцы Фрейда. И любовницы его партнера Юнга. Владимир Путин вот это не имеет отношения к политике, понимаете? Ну, ведь когда человек получает абсолютную власть, то его психологические проблемы становятся и политические. И в его психологии становятся политические. Если анализировать происходящее именно с точки зрения психологии, то выглядит это так по полу. Владимир Путин всегда совершал колоссальные рывки на разрушении тех систем, которым он служил. Вот казалось бы, Путин – охранитель, тот, который защищает определенные системы. Формально, с точки зрения психологии, сознательно так оно и есть. Да, он был соприканником ГБССР, и там был директором Дома Советской Культуры в Граждане. И, естественно, действительно тот миф о том, как там немцы могли штормовать Дома Советской Культуры в Граждане, но, естественно, я не верю. Потому что могли приходить с пакистанцев или иранцы шформовать что-нибудь, а не немцы. Путин сам себе придумал, чтобы кто-то из-за героев и не немцы шформовать. Думаю, такой-никакой не был уполнен. Смешно. Зачем? Это, естественно, с немецкой психологией. Когда ругнул Советский Союз, ГБССР, которого работал Путин под полковником, он в кратчайшие сроки, пройдя через с системой частного живота в Запорожце, его отца, стал вторым человеком в городе Санкт-Петербурге, а мы их вопросов не первым. То есть рухнула система, которую он защищал. Он совершил мощный карьерный рыв. То есть он очень переживал, что он осознает его. Но до бессознательного отложилось, что он совершил мощный карьерный рыв. Вот так оно и было. Если, кстати, если не рухнул, то Путин был все больше функционером среднего звена Комитета государственного государственного безопасности, больше не имеет. Значит, следующий этап поражения Сепчака, Анатолий Александрович Сепчаканов. Я только знаком с семьей Сепчака, не могу. Я ответственно заявляю, что Путин действительно очень любит семью Сепчака. Сокровым уважением относится к покойному Анатолию Александровичу. Это так. Он его никогда не предавал. Но он был в этом штабе Натолий Александрович. Каприд был по номер штаба на вопрос Мара Санкт-Петербурга в 1096 году. И эти вопросы были прорекрены. И в результате что же случилось с Фрэйдом Ильичем? Да, он сначала был низвергнут своего роста Петербурга, но уже через несколько лет он был президентом Российской Федерации. В книге Фрейда «По ту сторону принцип удовольствия» это описано как синдром наличие повторения. Когда человек бессознательно воспроизводит некую схему, на которой он осознательно ориенном он же отрицает. У Путина, скажу zev., очень правильно, он де юре, защищая, формально защищая определенные системы, де факто всегда был бы обогитательным их крахом. И сейчас он идет вот на то, что вы спросили, ответ на этот вопрос очевиден. Он идет по темам разрушения уже третьей системы. Ответить на вопрос, зачем он это делать, невозможно, потому что относится к психологии бессознательно. Это психотерапия. Но он идет, да, вы абсолютно все правильно сформулировали. Он разрушает ту систему, которая у нас этого будет расследоваться. Спасибо. Вопрос был гениальный, расхищенный. Я не хотел вам польстить. Спасибо. Станислав Александрович, хотелось бы спросить у вас. Считаете ли вы, что в последнее время стремительно падает уровень доверия населения к чиновникам всех уровней? Если да, то чем это обусловлено? Мне кажется, это обусловлено. Это обусловлено статарь. Все, я для вам что-то добавил. Это обусловлено статарь. Вот, Александр, есть такой вопрос. На последних выборах, на начинках праймера Спарнаса, максимальное количество голосов занял Слава Мальцев. У меня такой человек известен, да? Да. Как вы, собственно говоря, относитесь к его позиции, к нему самому? Как вы видите, даже сходите к его кандидатуре и так далее? Я лично не знаком со Славой Мальцевым, хотя он приглашал мне в день победы на выбор праймера Спарнаса провести публичный дебат, чего я не исключаю. Я смотрю, какой ему это приведет. А я когда с человеком лично не знаком, я стараюсь избегать каких-то принципиальных оценок этого человека. Ну как, он политик с большим стажем, он был, так сказать, депутатом, даже вице-спикером Саратовской областной думы. Насколько я понимаю, у него есть определенные отношения с Сячеславом Володином, как по этой министрации президента, и мне кажется, что отчасти по этой отключению он, наверное, выиграл. Но, в общем, он молодец, потому что, собственно, надо идти и побеждать. Кто-то тоже мешал побеждать другим на эти праймеры. Как вы к этому относитесь? Я думаю, что это все-таки, что будем от Медведев, там все-таки это с политическим сыном Владимир Владимировичем. И вот то, что случилось 24 сентября 2011 года, это же библиотеки сидят. Ну, тогда это шаркировка обратно. Это моление о чаше. Когда Дмитрий Анатольевич Компедев попросил, молился о том, как исполнить воли не его, но его политического отца. И вряд ли кто-нибудь уступил тот под Медведевский пост. Это абсолютно эксклюзивно. Поэтому я не думаю, что Владимир Анатольевич предпочит кого-то, Дмитрия Анатольевича. Ну, возможно, все. И, в конечном счете, ведь все по бокам ходим. Вопрос в том, какого состояния здоровья Владимировича, когда это состояние здоровья конвертируется в такие политические периоды. Я, как житель Татарстана, вижу то, что как раз-таки Путин перенес модель Татарстана на всю Россию. Могу пояснить. У нас в Татарстане никогда не было выборов глав администрации Крема. Это отсутствие демократии. Значит, если взять в бизнесе, то, по-моему, в Татарстане самые первые начали сносить вот эти ларьки, киолски, строить супермаркеты. Это то, что сейчас происходит в Москве. Ну, и также с брусчаткой, с бордюрами тоже, по-моему, в Татарстане начиналось. Теперь Хусулин там, по-моему, пол Москвы перернул. Вот. Как вы к этому относитесь? То, что Путин, для Путина, видимо, Шайми был какой-то некий пример, он посмотрел, как в Татарстане обстоят дела. И это все внедрил уже в масштабах России. Отличный вопрос. Спасибо вам большое. Отличный. Прекрасный вопрос. Все правильно. Это то, о чем я говорил, только другими словами. Понимаете, Татарстан вообще является иштальтом монгольского иго, да? И поэтому он и должен его сломать. То есть все должно идти отобратно. Да, я с вами согласен, абсолютно. Потому что, опять же, на бессознательном уровне, да, татарстанские модели заинствуются на федеральный уровень. Но поскольку Татарстан является, как бы, хотя бы минимальным, но оппозиционным субъектом во всей этой истории, да, он очень как-то сопротивляется. Ну, Чечня и Дагестан им уже не то, что сопротивляются, но они сопротивляются до стадии выхода из состава Российской Федерации, что, видимо, когда-нибудь и произойдет, по-моему, Бог. Да? Татарстан сопротивляется не до стадии выхода, а до стадии самоутверждения внутри этой организации. Да, поэтому Татарстан сломает это все. Да, вы правы, абсолютно. Вы правы, но это только подтверждение моей же теории, только другими вашими словами. Спасибо. В следующий вопрос. Спасибо. Выступаю на радио Москвы, и я так понял, сейчас подтвердили, что в марте 2017 года, то есть, поскольку тут есть полгода, нас ждет СМИ, то есть Путин уходит. Но на нем так много держится, значит, у нас все обрушится. Я правильно вас понимаю? Я так, но по поведению Путина видно, что он готовится, потому что у нас гвардия, закон мировой и так далее. Вообще, что будет в марте 2017 года? Ну, это, естественно, не надо понимать слишком буквально, а главное, что по зарослейскому гороскопу, вектор политической истории должен дмититься в марте 2017 года. Но что это означает, я не знаю. Я вовсе не утверждаю, что Путин идет или нет? Следующий марафор, если по этой аудитории будет Зарат Остров, он ответим на что он на посту лет на Питера. Я не знаю. Я вас так понял. Как-то не понял. Зарат Рискому гороскопу. Ну, это ирония. Я не утверждаю на 100%, сейчас так будет. Зарат Рискому гороскопу не ирония. Это не ирония. Но тем не менее, смысл моего сказания всегда встал в одном, что у нас нет никаких элементов политического анализа. Они утрачены, потому что в России нет политической системы, прозрачной политической анализы. Вы будете сейчас занимать не мнение механического системы, динамика не мнения. И по этой системе, которая получается, что это в 2017-2018 год. Ну, вот. Давайте с вами, собственно, отдельно выпьем и ты-ты-ты. За это. Что мы можем сейчас более достоверно сказаться? Ничего. Согласитесь. Спасибо. Станиславович, в свое время в связи с падением цен на нефть, господин Путин сказал такую фразу, что будет отскок. То есть он такими категориями, значит, петербургских деловых кругов. Вот это вот понятие отскока, оно относится к его ожиданиям и в внешней политике, как вот на ваш взгляд? Вот эти отскоки. Слово «отскок». Он ждет отскока в первой политике, в внешней политике. Слово «отскок». Слово «отскок». Слово «отскок». Путин считает, что что бы ни случилось, стабильность этой системы не будет нарушена. Но не такими. Он верит в эту стабильность. Он находится только в состоянии перманентного, только замок. Поэтому человек же всегда говорит о том, о чем он верит, искренне входит, что он хочет верить. Он — и ты говоришь, что не важно, что будет. А как мы – преднапладанный народ, говорит Путин, все стернет. Не важно, что денег не будет. Ну, не будет и не будет. Такие никогда не будут. Вообще, никогда народ не жил так хорошо, как бы мне было. Перетерпит все это. Вы не достаточно русский народ, как сказал парят. А разве он не боится народа? Нет, народа не боится совсем. Боялся в начале своего правления, но потом, когда он понял, что он полностью манипулирует народом, он перестал его бояться. Он находится в состоянии униженарода политического торга. И он и будет, кстати. А мелкие злодейцы в связи с рякостью вы знаете, зачем тогда? Ну, типа законы яровой, посадки. Нет, но... Кто-то цараполымает. Нет, ну, по-моему, народ многослойный, как он имеет, конечно, свое значение, потому что там, в смысле, народные закупки за бюджетный счет с этим законом яровой, даже такого оборудования для нужных ФСБ. Но все эти мелкие злодейства, они, ну, как нужны? Ну, как? Ну, чтобы для страстки, чтобы никто не выходил из-под контроля. Это не противоречит тому, что он не боится народа. Ну, это же как-то все равно народ контролирует. Знаете, то, что ты не боишься собственных идти, не означает, что ты не должен их контролировать. Пороть иногда. Вот все это. Да, пороть, пороть, конечно. Ну, они этим занимаются, да. Скажите, вот, все-таки у нас тема Европа Азии, да? Да. У нас, как бы, Китай остается вообще за скоп, такой супер-друга, уже обогнавший Соединенные Штаты, полтора миллиарда серии. И... Тогда... Микрофон, пожалуйста, коллеги, дайте, потому что аудитория не слышит вопросов. Если можно. Спасибо. У меня по Китаю. Собственно говоря, вот как в дальнейшем сложится взаимоотношение Китая и России? Сибирь, она вообще, так сказать, отпадет китайской народной республике? И, видите ли, вы говорите, что вот это как бы аксиома, что Татарстан изберет европейский путь. Но есть ли теоретическая возможность поворота Китая, в России? Да. Спасибо. Прекрасный вопрос. Очень интересный. Мне еще без слов приводит к нашей теме, нашего занятия. В Митске я много изучил Китай и его психологию китайцев. В детстве, в общем, он оборвался на китайских романах. Основные идеи Китая – это фатализм и имперсонализм. Китай не испытывает потребностей в прямой экспансии со своими пределами. Неслучайно существует сам термин «поднебесная», который с именемичен Китаем, является именем Китаем. Если вы почитаете китайский роман «Зринь Йорк Луи», что за пределом Китая нет ничего как будто. Ну, просто нет никаких стран за пределом Китая. Есть только Китай, и внутренний образ будет какие-то процессы. Поэтому я не считаю, что Китай собирается оккупировать Сибирь. Он собирается использовать ресурсы. Да, конечно. Сибирь. Сибирь. Конечно. Точно так же, как Китай занимается разработками разных месторождений в Африке, природных ресурсов. Эти месторождения хранятся китайскими войсками. Чтобы, так сказать, проклятые Нигеране, так сказать, ничего там не укроют. Извините за этот неполиткорректный термин, это я сейчас нормализирую. Сибирь. 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 Это не страшно для России. Он может быть источником неконструктивных решений. Назву бабушку, я отморожу уши, может быть невыгодный контраст с Китаем, как это было. Но Китай не окопирует теперь. Ему это не надо просто. Это совершенно противоречит фундаментальной психологии китайской политики, сформированной за много тысяч лет. Спасибо. Как вы думаете, Путин знает о тотальных фальсификациях на выборах? Или все-таки ему так внушили, что 86% за него голосуют, а о фальсификациях только пятая колонна что-то фантазирует? Я думаю, что для него нет разницы. Понимаете, это опять же вопрос психологии. Условно говоря, можно так же просто спросить, а жена тебя любит? Ну, раз он от меня не уходит, говорит Владимир Владимирович, значит нам нет. Понимаете, за что я говорю сейчас? Ну, если народ за меня голосует, значит он за меня голосует. А как это происходит, это тоже совершенно другой вопрос. То есть он не задумывается, ему это не важно. Ему она стабильность системы. А как он достигается, это для него десятый вопрос. Это вопрос технологии. Это не принципиальный вопрос, а вопрос технологии. А он понимает, к чему эта стабильность приведет потом? Стабильность для него самооценна. Он хочет стабильность в любую цену, потому что он серватор психотипов. Я думаю, что вы просили, что будет потомство, а потом я умру. Конец цитата. Станислав Александрович. Если на таком уровне он умрет и стабильно закончится. Все-таки такой вопрос. Здесь не только вы, но и многие говорят, что Владимир Путин когда-то уйдет, возможно скоро. Как вы смотрите на российское общество? То есть способно оно после ухода, как Владимир Путин, саморганизоваться? И вот здесь вопрос не повернуть в сторону Китая, а азиатчины, например, Татарстан, а все-таки выбрать демократический путь. И какие вы видите, вот вы много говорите, ездите в той стране, очень хорошо ее знаете. Какие вы видите структуры, раз вы не доверяете партиям, формы организации, чтобы все-таки общество это избрало демократические? Спасибо. Спасибо, да. Прекрасный вопрос. Нет, я не доверяю, я очень хорошо знаю страну. Я думаю, что даже в этой аудитории есть многие люди, которые знают это лучше меня. Но я же действительно много и пытаюсь изучать страну. Я доверяю людям, понимаете, и доверяю историческому вектору. Я опущусь, что Россия будет Европой. Просто уже этому нет альтернативы. Есть? Есть альтернативы? Нет. И западу есть альтернативы? Разумеется, я не знаю. Вы, в принципе, казан служите, у них тоже. Я буду с вами встретиться. Дорогой коллега, я не спорю с папой, пожалуйста. Дайте ответить. Ваша точка зрения имеет такое правоначитание, как и моя. Просто я сейчас слагаю свою точку зрения. Ну вот, поскольку меня уважаемый аудиторик пригласил в качестве лектора, который вам пригласит вас, вы будете предлагать свои люди. Я считаю, что в европейском улопе в России нет альтернативы, в этом есть вся рост культуры. Ну, есть вещи, которые нефальсифицируют. Нефальсифицируют еще является рост культурой от Пушкина до наших книг, которая абсолютно европейская. Поэтому активом этой структуры, несущей конструкции европейского выбора, будет вот эти два процента населения, представители которого значительно представлены здесь, в этой аудитории. Как меня представляется, потому что, если бы, людям, это было неинтересно, они не пришли на моё наступление. Мне кажется. Спасибо вам большое, что вы пришли. Обнадеживающий, два процента есть в стране. Можно ещё один вопрос, Станислав Александрович? Вопрос опять по нашему обществу. Вот вы говорите, что два процента приведут к каким-то фундаментальным изменениям в нашем обществе. А вообще шансы нашего общества на преобразование демократические, как вы оцениваете? Мы придём вот к США, к Германии, или мы какой-нибудь Бразилии станем через энное количество времени? Да, мы станем в Бразилии. В Бразилии нам в Союзную правильность формулировали, но они считают, что это блок Бразилии сегодня вполне развитой демократической страны. Нельзя, чтобы опорзнуть выше головы. В прошлом веке? Нет, не в прошлом веке, а в нашем веке. Да, где импичный президент состоялся недавно, как мы знаем. Так, и не будет. Так, и не уйдет. Что-то такое. Ну, но очень, очень, очень. Это был один Mazioz, это был один из этого, я говорил по факту, который был по отказке, Евгений Алексеевич Курт Perozez, как бы, я не знал, что он должен был по факту, ну, это было круто. Какие сроки тогда? Все хотят скорее! Знаете, как-то сейчас есть вопросов про Самуил, почему в магазинах нет животного масла и евреев. Меня всегда спрашивают, когда все закончится. У меня тут в Зарастейский городскоп есть, но я за него не отвечаю. Это Зарастейский городскоп, а не я. У меня такой вопрос. Вы как-то высказывали такую мысль, если я не ошибаюсь, что Россию могут спасти только искренне верующие православные политики. Как это здесь согласуется с новой версией спасения, сейчас разлучавшей, в смысле, что у нас, в общем-то, мусульманские регионы скорее, чем православные? Да, я полностью подтверждаю свою старую теорию о том, что именно православные политики должны сыграть решающий в этом роль. Я сам как православный человек. Но я бы расширил немножко это понятие до монотеистической политики. Исламские политики тоже могут сыграть в этом роль, потому что должна искренняя вера. Вера в спасение нечего из единого Бога. Как бы пафос на это ни звучало в России, пафос, я думаю, что многие здесь присутствующие атеисты, они не поймут меня. Но я сам, так сказать, верующий монотеист. Да, я подтверждаю свою точку зрения. Спасибо. Низоро вас не поддержит. Вы знаете, я давно привык не выставлять отношения с людьми на базе совпадений идеологии. Я готов кружить с человеком, которым он и бог не согласен. Руси Николай Иванович, вы уже много говорили. Говорили о том, что преобразование должно начинаться там, наверху. То есть именно с депутатов Госдумы в следующий состав. Вот каким вы видите... Депутаты не верны. Ну, в принципе, если мы заходим, то это можно сделать. Николай. Все-таки вот хотелось бы услышать ваши вопросы. Какой будет состав седьмого состава Государственной Думы, и какие изменения производительные на ключевых местах будет держать? Я думаю, что он будет таким, как сейчас. Кремль не допустит каких-то кардинальных изменений. Но в любом случае участие в выборах оправдана тема только тем, что формируется новое поколение политиков, которые развивается благодаря самому факту. А то, что новое Государственное Думы будет лучше сравнение, я думаю, что это не новое ведомо. Соответственно, я считаю, что не пройдет. Ну, скажем так, я считаю, что не пройдет. Но даже если я ошибаюсь, что оно пройдет, это никак не повлияет на состав и структуру Государственной Думы. Вот принципиально, да. На ее шестерщик не повлияет. У нас последние два вопроса. Вот мы передали микрофон сейчас. Александр Александрович. Если обратиться к загранице, например, к Англии, новый секретарь, ответственный за внешнюю политику, это Борис Джонсон. Борис Джонсон. Который позорил себе множество самых нецеприятных высказаний. Практически обо всем. Значит, неятно, что Евросоюз приблизится вот этому вот, к такому Борису Джонсону или Дональду Трампу, что вот эта идея левого, вот эта левая Европа, левый популизм, ожидает ли его смена правого? Спасибо. Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Знаете, опять же, мы переоценим значение личности и главной политики. Западная политика – институциональная. В Jarom現у, лишьoisoisois, «Равтор» и «Равор» и «Рава» «Дональду» «Марам, два дня». Конечно, у вас есть негативные. Ну, не только о чем в отношении Борису. Некоментированных юмористов, мы повсем по-ngurl в ампортам они и местным юмористам, с чем в отношении Евросоюза. Покадем, как в отношении России, ricochet в конечном отношении Борису. То есть Джонсон в качестве безответственного человека. там был он был на Ромблон, безответственного человека. Она принадлежала просто формально, но не по валюте, не по визовому режиму, не по многим другим параметрам, мы к его сразу же неотносимы, поэтому проекция – это просто проведение формально в соответствии с фактически ничего плохого. Борис Джонсон здесь ни на что не лечит, он просто фиксирует то, что есть. Но, с другой стороны, подобно Дональду Трампу, как рассказали, скандал попутал, что личный бурикмарь Франсуал Ланде в Франции получает 10 тысяч евро в месяц, при среднем зарплате во Франции 2 600 в месяц. Трамп и Джонсон хороши тем, что они не нуждаются в личных бурикмарях. И все-таки я хотел бы уточнить, вы сказали, что и вопрос неплохой. Гибридная война для России – это вопрос ее сейчас существования. А вы сейчас на десятке вопросов говорите о будущем, о будущем России. Какое будущее, если цена вопроса через 2 года деньги кончится? Гибридная война – это вопрос Путина, а не России. Путин закончится, Россия останется. Я понимаю, и тем не менее, это ведь очень связано. Это не бывает, что лидер там остался где-то. Я с вами согласен, но все-таки я оптимист. Я понимаю, чем обоснован ваш оптимизм? Вы говорите о гибридной войне, по определению согласились, что вопрос существования России. И в то же время вы рисуете картины на десятках вопросов о том, что там Бразилия и что-то. Все-таки удачи не знаю. Я считаю, что вот Путин со своей гибридной войной закончится, и вектор остается. Вот я из чего и скажу. Почему я так думаю? Я вам не могу точно сказать. Я просто и скажу из того, что страна Пушкина и Толстого никуда не денется. Я не хотел бы считать, что она куда-то денется. Возможно, я ошибаюсь. Это правда значит, мы были подглебены под обломками российской государственности. Но я скорее оптимист. Я считаю, что России не подойдет лиц. Я однократно выступал своим предложением, что если у нас наступает вот такая, тем более вы подтверждаете, эту теорию, перенос какой-то идеологического центра сюда, в Татарстан, какой-то европеизация России из Казани, то почему бы, например, ряд институтов Российской Федерации не начать постепенно выводить из Москвы в Казань, как на то, например, Совет Федерации? Нет, я, можно, я все равно перебью, но не помню себе анекдот такой, нет, когда на 26-27 съезде партия Михаил Сергеевич Гребачев выступает, выступает, там один делегат тянет руку, тянет, тянет руку, наконец, Михаил Сергеевич не ведешь, ты говоришь, да, товарищ, что вы хотели? Михаил Сергеевич, подумайте, вот, перебью. Да, товарищ. Я многократно публично поддерживал то, что сейчас говорится, диверсификацию, перенос в классный. Институтов в разные регионы России. Какие именно, это другое. Раз вы сформулировали, что Казань является основой вашей. Ну, нет, нет. Ну, а что? Я говорю, что Казань подавлены не гештальт эти. Нет, ну, сказавшую, а надо говорить, б. Да, скажем так, ну, во-первых, допускают, да, я менее ответный этот вопрос. Но, в принципе, допускают, да. Такой вполне, 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 вполне правильный вариант. Введение поста вице-президента и мусульманина на этом посту. Хорошая идея, почему нет? Я серьезно. Да, это ваша идея, не моя, но она мне нравится. Значит, коллеги, простите, что я потерял нас, кто-то еще, вот, кто хотел спросить. Я хотел спросить вас лично. Вы получаете удовольствие от вашей деятельности? Или вы считаете, что вы выполняете какую-то миссию высокую? Нет. Как сказать, я вас не хочу спросить. Нет, нет, я не то и не другую. Вот, не то и не другую. Я выполняю свои обязанности, толку. Это не миссия. Я маленький человек. У меня нет никаких иллюзивностей на себя. Я не герой, не ей. Я просто человек, который выполняет свой долг. Все. Удовольствие я получаю по примеру того, как... Если мне не очень сильно болят ноги. Спасибо большое. Еще вопрос есть? Угроза развала России существует или нет? Да, существует. Надеюсь, что это... Нет, ну, я надеюсь, что Исламские голосирования отказывают лицами. Надеюсь, что остального развала не случится. Но угроза такая случится.